доброго здоровья люби друзей намасте с наступившим новым годом и в этом году я продолжу вас знакомить с простыми экологичными натуральными средствами аюльведами которыми можно поддерживать здоровье вообще не болеть даже ну я не говорю о том чтобы не касаться химии и сегодня мы поговорим о фрукте которую я считаю это как бриллиант в мире фруктов это фрукт который упоминается и в коране и в библии это фрукт который прославлялся во все времена разными культурами имел такие названия как ягоды здоровья как фрукт жизни щедрость богов то есть еще с древних времен он уже применялся в терапевтических дозах и назначениях при самых разных болезнях на санскрите он называется коржура коржура это переводится как лучшие среди сладких плодов то есть это вот выписать в эта культура где он по сути дела как бы не рос кроме там севера и вот его тоже вот так прославляет чем же вот он так замечательный хорош то что вот вот в этом финифе в нем содержится все в нем содержится и продукт питания в нем содержится и замечательная самая древняя дальнейшая сладость не содержится источник именно сахаров фруктозы глюкозы то есть вот в нем содержится просто концентрированном виде просто кладезь витаминов микроэлементов в нем содержится порядка 20 аминокислот то есть на них вот этих фиников древние караваны практически и жили то есть у них были еще там конечно какие-то сушеные продукты но вот источником витаминов и вот сахаров углеводов лучше всего вот применялся для этого фильм смотрите вот я также буду не только юрведу применять знания и современные наши исследования и вот в терапевтических дозах вот например 35 фиников день они покрывают нашу все все потребности в калий кальций магний фосфоре марганцы меди сирене цинке железе в торе то есть он хорош при ними он хорош при болезнях сердечно-сосудистой системы он широко используется восточной медицине он хорош для селезенки он хорош для болезней даже дыхательной системы а потому что еще вот и издали он применялся для лечения туберкулеза в том числе и на под территории бывшей россии украины вот так же вот он применяется во время для лечения вот воспалительных заболеваний потому что вот он несет вот какую природу вот по июрведе мы сразу разберем его потому что многое чего я уже говорил вы знаете вот разложен его по июрведе то есть он тяжелый он холодный он маслянистый и то есть вот он концентрированный источник от питательности то есть этого наблюдает такими качествами например как сливочное масло понимаете вот только вот другой природы чуть вот то есть это концентрированная энергия и при всех состояниях когда вот есть недостаток сил когда если недостаток энергии когда повышенная утомляемость то вот потребление фиников это будет одно из лучших от средства вы знаете то есть финик подходит вот двум из трех конституций телесных человеческих он подходит для постоянного употребления я сегодня не только вот прославлю и расскажу вот о целебных качествах а я также расскажу как его правильно употреблять потому что вот например как я сказал он тяжелый холодный маслянистый то есть вот например зимой эти качества не очень подходят потому что зима тоже и она холодная вот ну единственное маслянистая а сухая и вот для того чтобы убрать тяжелый и убрать холодный я например кидаю это вот просто в чай вот я вожу с собой чая напомню я как-то давал эфира об этом чае тут вот из восьми спец пряностей вот такой чай уже выпили я его завариваю в термосе и вот на день этого термоса хватает его по чуть-чуть наливаю и заливаю ими финики то есть это вот такой способ которым я пользуюсь и очень давно и вот сейчас я на курорте я много плаваю двигаюсь то есть и вот углеводов как-то кашу тут мало еру то есть вот в основном растительным то есть вот овощами и фруктами питаюсь и вот как источник углеводов вот лучше фиников ничего не может быть вы знаете это это прекрасное средство когда вам надо перекусить нечего то есть вот раньше я использовал до знания юрведы использовал там шоколадку но мы знаем после шоколадки бывает тут тут вот именно сама сама по себе вот финики они уже улучшают вот умственную деятельность вот очень рекомендуется для людей умственного труда они повышают концентрацию а также вот в некоторых ашрамах для медитации для вот углубления медитации тоже вот у них в меню обязательно есть пиник вот вот при всех своих тяжелых качествах то есть он разжижает кровь а также вот он нормализует наши вот пищеварение то есть он снимает вот калиты и все вот за счет вот того что много пищевых волокон в них и вот очень благотворно для нашего вот кишечника нормализируют стул и пищеварение лучшая сладость для людей склонных к набору вишневого веса потому что все равно чуть-чуть сладкого вкуса надо всем но лучше пусть это будет вот финик не какое-то пирожное там или что-то вот такое ли какой-то сахар в чем-то на также вот хотел сказать ну это вот выпечки он попробуйте дорогие хозяйки то есть он просто ощущается просто божественно вот приучайте вообще детей лучше не к сладостям не шоколадкам каким-то модным а вот именно сухофруктам это сладость которую сделал создатель поскольку их надо есть их надо есть по три там пять штук в день достаточно вот для того чтобы получить вот эти качества если ну считается если для мужчина который вот ведет активную жизнь например там сходит спортклуб и все это можно и 10 можно чуть чуть больше но лично у меня вот был такой опыт когда я возвращался с командировки мне не было чего там перекусить времени уже виду был килограмм фиников то есть у меня всегда в машине на колечек с финиками все мои друзья знают и я по-моему это килограмм и по дороге я его съел просто но потом я скажу вот было очень тяжело вот это качество тяжелое холодное не вот так грузанули мою пищеводительную систему потом еще на следующий день именно толком холод не появился так она также также вот хорошо вот используется косточки финика они вот источник такого вот черткого вяжущего вкуса я самим надо будет замечал раньше на душе мне нравится вот так вот как бы вот обсасывать эти косточки на финика а просто там содержится вот это терпкий вкус и ты чувствуешь и видать не его не хватало потом когда начали специи там куркуму например там пожить никто вот это прошло так также нем содержится вот и вы даже чуть-чуть жиров вы там два или три процента в зависимости от сорта и даже до 4 процентов белка вот редкая вот то есть это полноценное питание не постоянно на протяжении долгого времени а вот как для перекуса это просто идеально лучше любого макдональдса в чем вот еще вот он хорош вот сначала о том что хорошим там скажем пару слов кому его нельзя вот это в конце 3 есть рецепт где в кипящее молоко бросается там 35 финика и вот это бросается туда имбирь и кардамон и вот и за час на полчаса перед там встречи там с любимой то есть рекомендуется мужчине вот выпить этот рецепт то есть мы понимаем что вот она действует дает силы всем нашим системам как вот от головы так вот туда половой сферы вот такой вот уникальная но сам по себе фрукт находится в сатве то есть в энергии благости в энергии добродетели то есть вот каждая пища каждый продукт находится в какой-то из этих трех энергии вот он передает при потреблении при переваривании ты будет очень благоприятно есть такие вот светлую еду не зря там бакалат гиде пишется что здоровая пища на это сладкая маслянистая вот это просто как финик описывается так что вот в ней вот сейчас кому не подходит вот о чем хотел сказать не подходит друзья конечно кто у кого есть склонность к лишнему весу но все равно вот несколько несколько там три финика в день можно вместе разбавлены не сладким чаем просто вот туда кидать и по чуть-чуть вот кушать понятное дело не подходит и на раз людям которые проблемы с сахаром то есть это главное противопоказание его надо придерживаться потому что действительно количество сахаров это лидер то есть вот сухофрукт финика это вот самое сладкое что есть вот из натурального в природе есть просто много сока фруктов которые там надо быть очень осторожным пару слов скажу вот то есть финик он должен вот вот выглядеть вот так то есть если он как-то блестит покрыт какой-то глазурью там или там сильно потрескавшийся то есть это он пересушенный сушился не на солнце а где-то там электрической машине вот то лучше такое не покупать то есть вот основное это даже не внешний вид а вот его вот сладость его вкус и слава богу то есть это такая сладость лекарства которые вот стоит не очень дорого также вот не рекомендуется вот за счет своего большого содержания всех этих микроэлементов не рекомендуется для тех у кого есть камни в почках вот пожалуй и все что еще хотел хорошо хорошо для зрения сейчас лечит и на болезнь глаз и вот ему тоже его доктор рекомендовал кушать финики то есть и никак нет никакого холестерина и тени как нет ничего вредного если у вас какое еще противопоказание если слабое пищеварение вот очень то вот в таком виде в сушеном то их употреблять не стоит что хотел еще сказать что на самом деле есть разные виды разные вот у арабов там вот я тут разговариваю не даже там четыре стадии зрелости и они кушают вот каждой стадии зрелости кушают приготовят разные блюда то есть это финики его кушают и сырым и маринуют и сухим там их специях и варят и готовят там и с мясом и с вот чем ты хочешь вот финику используется очень широко вот восточной кухне и я вот тоже рекомендую нашим хозяйкам попробовать вот все эти рецепты так что друзья давайте приглашайте свой свою жизнь в свой рацион финики они сделают вашу жизнь не только вот здоровей а даже финики считается финики это как бы фрукт настроения и даже вот рекомендуется людям которые в депрессии то есть это не сделают более вот светлым устойчивым и радостным ваше ментальное настроение ну будьте здоровы изучайте ильведы кушайте финики